Да, вот я не поэтому говорю, что молодому человеку запилючили, нет? А вот этот с Валя? Не опилюченный? Это как это? Опилюченный это что такое? Ну вы-то грамотные, ну все зависит. Обилюченный, это что такое? Я знаю, что тут немаркированный. Заявление, жалобы будут такие? Жалобы? Вы врач? Посроченный продукт питания, полномочий полиции нет в офисах. Вы серьезно? Зори. Дмитрий Сергеевич. Приказ 879, министр МВД Колокольцева. Зорин, крышевать их будешь? Я не вам. Что мне сделать? Может мне же не дышать здесь? Я тоже присутствую. Зорин, уверен, что в кабинете нужно опрашивать? Это вообще коррупционная составляющая, сейчас буду усматривать. Что хотите, усматривайте. О, что хотите, усматривайте, говорит. Сегодня 11 июля 2020 года. И мы с Костянычем, с оперативным репортером находимся в городе Рязань. Решили замониторить магазин «Перекресток» по адресу улица Соборная, дом 15А. Сейчас пойдем и сделаем отмониторинг. Вот такие штуки, да, по которым сканируют, когда я плачу деньги там на кассе. Вот здесь они есть, то есть я понимаю, что товар пробьется, я его смогу купить. А вот это сваля? А сваля, да. Вот я не пойду и говорю, это молодому человеку запилючили. А вот этот сваля? Запилючили. Вот там, видите, там нет такой штуки. А, извините. Иначе пропустили, может быть. Я вот поэтому не страшно. Я вижу, что вы куски сняли. Я не буду трогать. Просто вот ваник трог есть, да. А друнет, как она вам будет продевать. Я у нее потом спросила. Да это я ориентируюсь. Очень хорошо ориентируюсь, Галит, поверьте. Вот. Вот. Теперь приляпали маркировку. Спасибо вам за то, что приляпали хоть столько, что теперь она сможет пройти через кассу. Сколько? 15. Ровно? 15.280. Пожалуйста. Это все ваше. О, спасибо. Видите, никаких бабок на плохой, некачественной, опасной для жизни, здоровой граждан товар некоторым не жалко. Перекресток, ё-моё. У нас сегодня сырный день. Сыра на 15 тысяч, там, 200 с копейками рублей. Город Рязань. Соборная улица. Дом 15А. Так. Мажетелька до 27.06.20 года. Сыр до 10-го, 07-го. А сегодня, Шереку, 11-й число, враг, да? 11-й, вот, сыр до 10-го, 07-го. Так, это у нас годен до 9-го, 07-го. Да я пока не просил. Я пока не вызывал. Упакован 29-го июня. Хотя по регламенту, они у них 5 суток вскрытые сыры. По внутреннему рекламенту, акционерный общество, торговый дом, перекресток. Упаковано 1-го, 07-го, 11 дней. Валяется сыр в упаковке. Далее сыр сваля, только что простекерован, лежал безо всякой маркировки. Продавец отдела повесил вот этот лайбак прямо под запись видео. Не знаю, почему они удорожание не произвели. Это стал уже сыр с преснем. Сербри должен стоить дороже, по идее. А мне побыльше сыня продали. На нем уже грибок и плесень. Вот такие кошмары на улице Вязов, а точнее Соборный, 15. А, в магазине Перекресток. Уважаемый покупатель, вы если собираетесь у нас шантажировать, то у нас до 9 магазин, и мне некогда будет долго с вами разговаривать. Так, давайте сейчас начнем. Чего мы собираемся? Шантажировать, говорю. Шантажировать? Я, Галина, понимаю, что юмор бывает разным. Я просто смотрю, что вы назад вернулись, а я думала, что вы уже всю покупку сделали. Я попрошу свой адрес, так как сказать, не допускать. Так у меня всегда ведется в магазинах и видео, и аудиофиксация. Пожалуйста, я ничего такого не сказала. А если бы я это, ну, если бы я не понял, что юмор, я бы, например, в другом случае... Ну, извините, я не хотела вас обидеть. Я сейчас понял, что с вашей стороны это юмор, да. Кто руководит этим магазином, скажите, пожалуйста. Я понимаю, что не уборщица. Как зовут вашего директора? Татьяна. Татьяна. Не Ларина, нет? Женя Аня Гимикановна. Подпрячь. Ну, у вас будут ко мне вопросы, на самом деле? А то мне будет отчеты отсылать. Если у нас ведь я посмотрю. У меня не только вопросы. У меня очень серьезные пожелания еще будут. Вот поэтому я и подошла к вам. Вот, и я думаю, что, Татьяна, надо, чтобы приехала. Жизнь, извините. Приехала? Потому что... А еще у вас детское питание с истекшим сроком годности. Давайте посмотрим, какое. Вот. А это Александр? Молодой человек мне Александр зовут? Вот его? Нет, это Константин. Я Александр. А, вот, понятно. Вот, вот, вот. Уже куплено. Ну, просмотрели в такой махине. Такое тоже случается. Ну, посмотрели на меня. Подумаешь, три ребенка отравятся? Ну, они не отравятся. Я думаю, что родители смотрят. Все спешим, утилизируем. А я знаю, что родители бывают такие слабовидящие в некоторых случаях, к сожалению. Если мы виноваты, я сейчас разберусь, но просто на самом деле мы... Да вы-то что, я не имею, не могу иметь претензии к ней в отделе. Не могу иметь претензии к замечательной, светлой женщине по имени Галина. Я, как потребитель, да, вот у меня чек в кармане, я заключил договор купли-продажи. Но не с Галиной, не с Татьяной, не вот с той девушкой, не помню, как зовут ее в отделе. Я заключил договор купли-продажи с торговым предприятием Акционерное общество «Торговый дом-перекресток». И в магазине отвечать за все директора, да, ну в лице директора там. Ну сейчас, допустим, я, так как ее нет, отвечает «За». Так как у нее сегодня выходные. Кость, помоги им тут стать лучше. Да не вопрос. Константин, помогите нам стать лучше. Вы сами вот про именно этот кусок видели, что он был без маркировки. Да, он был без маркировки. У меня здесь в моем телефоне имеется видеозапись, как продается отдела, при мне ее только крыть, а это 14.43 коап немаркированный товар. Штрафы больше, чем запросок. До 1.09 года. Так это в вакууме Галин. А он уже у вас был скрыт. То есть на него распространяется на вскрытый только вот такая маркировка. И если у него упаковка свершилась 29 июня, а внутренние регламенты акционеров ООО «Торговый дом Перекресток» говорят вообще про 5 дней, то я прихожу к выводу, что 29, 30, 1, 2, 3, 4 числа его нельзя было продавать. Вот здесь я искренне не понимаю, зачем 10-го числа, то есть вчера, упаковывать то, что годно до 10-го числа. Это у нас сбой идет, для этого есть по программе, для этого у нас есть мы до я и все делаем. Да, сразу. Нельзя такое выставлять на витрину, потому что потребитель думает по-разному. Бабушка придет, скажет, ой, упаковали 10-го, он годен до 10-го. Мне специально про срок упаковали, так скажут, серьезно, да? Детское питание, это вообще 238-я статья Уголовного кодекса, часть 2, пункт Б. Могу открыть в консультанте, плюс показать. А этот вообще вы не свозили на маркап. Знаете, что такое маркап? Вот вы, как замдиректора, марк даун, знаете, что такое, да? Знаю. А маркап? Ну, даун – это вниз, ап – это вверх. Маркап, так как этот сыр, смотрите, стал с плесенью, ну, а Синегорье, там, президент Бри, сыр из плесенью, они стоят на порядок дороже. Он стал с выдержкой у вас вот этот сыр, и его надо было ввести на переоценку. Вот этот кусок уже должен стоить не как он стоит, если он с плесенью 3,424, а раза в два дороже. К итогу время полдевятого, у нас магазин теперь полдевятый кратится, я не смогу с нами общаться. К итогу я очень хочу, чтобы вы позвонили Татьяне, так как… Я не могу ей позвонить, она за городом, вообще в другом городе. Ну, и что? Так, а там что? Она телефон в Рязани оставила. Так, хорошо, я позвоню ей дальше. Директор, я думаю, должен знать о сложившейся внештатной ситуации. Она узнает, она узнает. Вы лучше меня должны знать внутренние регламенты, ТД-перекрёсток, и должны понимать, что вот этого хватит, чтобы трёх директоров уволить. Давайте. Давай. Поделишься. Слово «до» нет, здесь просто 11.07, у них сегодня последний день. Подразумевается, как «до» согласно Проверной торговли. Да, они сегодня последний день. Нет. Да, нет. Слово «до» здесь нет. Там надо слово «по», и тогда было бы включительно. Если слово «до» нет, то оно подразумевается, как «до» трактуется в пользу потребителя. Не знали? Не знали, да? Ну, вот здесь слова «до» точно нет. Ну, и здесь точно нет. А когда его нет, оно трактуется в пользу потребителя. Оно подразумевается, как «до». В этом говорят правила торговли, да. Нет, 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 нет. Вы серьёзно сейчас говорите, Галент? Да, я серьёзно. Вас, возможно, увидит вся страна, как вы говорите, вот такие вещи, которые не соответствуют здравой логике и смысловом. Вчера их должны были с ней с ней с ней с ней. Все магазины, все магазины, перекрёстки в том числе, когда вот именно так написано, да, 10-го ещё продают, 11-го уже нельзя. Все об этом знают. Ваш чек, сдачи, спасибо за попутку, ждём вас снова. Так, а мы же не прощаемся. Нет, ну, время 9, я тут уже домой. Вы серьёзно? Да. Ну, тогда мы, наверное, группу «Сок» будем вызывать. Да. Так что ли? И закроем ваш магазин. На время. Подождите, давайте сейчас. Или Татьяна подъедет. Я смотрю, вы очень сильно занят, у вас поток народа. О, смотри. Этот хамон. Он производится в Испании. Он стоит здесь за 100 грамм цена. Цена за 100 грамм. 329,90. Угу. И смотри. Духляк. Он уже весь покрылся плесенью. Как так можно? Кошмар. Галина-то где? Зовите Галину, пожалуйста. Говорил, сейчас разгребусь на кассе, приду. 9 часов вечера, 21 час. Время московское. Город Рязань. Магазин «Перекресток». Улица Соборная. Дом 15А. Заместитель директора, которая отвлеклась на то, чтобы разгрести очереди, сказала, что сейчас придет. Убежала куда-то, поговорив с кем-то по телефону. Убежала она в подсобку. Ну, а магазин, тем не менее, уже закрылся. И вот я фиксирую, что нас закрыли в этом перекрестке. И никаких, кстати, комментариев не дают. И тухляка у них куплено на 18,5 тысяч рублей. Около этого. Около 18,5 тысяч рублей купленного тухляка. Прочее, прочее, прочее. Вот, просьба охрану зайти в менеджерскую. Вот, ничего там? Не понимаешь, Кость? Нет, не знаю чего. А я что-то там начинаю полагать. Сейчас будет натравлить охрану. А, не юмориста. Что-что? Да мы здесь подождем. Да, у нас договорился. Сказали, чтобы водить вас. И что-то раскрывается. Так ждать там, сказали, или выводить. Вывести и там, чтобы ждали. А, вывести это как применить физическую силу? Тогда мы выживаем сок. Ну, а это мы куда гоним? Нам это говно тухлое не надо. Это же тухляк. Наши права были нарушены, как право потребителей. Сыр с плесенью весь, который должен быть. Без плесени, и так далее. Ты будешь есть такой шоколад, а где им своим отдавать? Смотри, срок годы все. Он сегодня уже, его нельзя есть. Одинственное, седьмое. Сегодня он уже, его ночью, вчера должны были снять. И вот такое. Вообще детское питание. А, кстати, вы уже за эти, и вы за эти металлы. Да. А, возврат, как потом будет сделать? А откроет сама магазин или что сделает? Вы, вы передайте, что мы сейчас, если она не сделает, как положено, не вернем денежные средства, мы вызовем следственную оперативную группу и оформим все это. Просто если она не готова, как замдиректор, к диалогу, я рекомендую ей написать по собственному желанию. Сейчас полиция оформляет магазин. Нет, что она сказала, я не понял. Чтобы вы ждали за дверью. Ну, а мы говорим, чтобы написала заявление по собственному желанию. Она написала его, нет? Нет. А, ну тогда и мы здесь будем ждать, а не за дверью. Пока она не напишет заявление по собственному желанию. И ее право. Что, Лохов нас увидел, за дверью с этой кучей говна ждать, которые нам спарили на 18, там, с половиной тысяч рублей. И рассказывай, что... Вот все, эта просрочка, все, тухляк. Это с нон что-то. Да, ждите за дверьми. Да, да. А как ты товар забирать будешь? Как ты будешь деньги возвращать за этот товар? Лохов нашла. Лохов нашла, да? Думала, что нашла. Конфеты все, безо всяких маркировок. Да, если не выйдем, то что? Мы ее ждем. Ну, а мы просим ее подойти, а не прятаться там, как крыса. Вернуть денежные средства. Вот. И, собственно, она очень хорошо сделала. Когда сказала, что пойдет очередь, раскидает на кассе. А сама свалила, как крыса с тоншего корабля. А потом обсудим сложившиеся проблемы. Вернем деньги вместе. Что мы, мальчики на побегушках? Сюда завтра, что ли, к ней ездить? Нет, мы сегодня пришли. Мы с ней вели диалог до девяти вечера. Она сама протянула время специально. Вы сказали, что вам нужно очередь на кассе раскидать. Мы говорим, Галена, не вопрос. За территорию, я сейчас с ним туда выйду. Нет, мы это очень нехорошо расцениваем. Проводить туда, там и так далее. Время уже полдесятого. Я вас поздравляю с этим. Дотянули. Я же виноват, что у вас такой большой загруз, Галена. Вы серьезно? Тем не менее, вы, как представить торговые предприятия, торговые предприятия, нарушили наши правила как потребителей. Ничего, они устояли, я с ними снимал. Они все фотографируют, протоколируют, меня записывают. Вон, видишь? Ну, вы говорите, они не хотят. А сами только что пришли. Мне директор перезвонил. Вы сколько не выходили сюда? У меня был отчет. Вот охранник свидетель, вот он не был. Извините, пожалуйста, у меня рабочее время, уже полчаса как закончено. Пишите. А нам тоже нужно по своим делам много куда. Почему мы должны думать о вас, когда вы не подумали о нас? Якобы просроченный. Якобы просроченный. Вы не надо лгать-то. Якобы просроченный. Ты что там? Ну, выкунили. А, они, Костя, они, наверное, просто заезжали спросить там у своих коллег-охранников. О, привет, мужики, как вы тут дела? А пойдем еще с Галиной пообщаемся, спросим, как у нее дела. И поедет, нам пора же. Галина, смысл было вам все это тянуть время, устраивать? Я вот не понимаю, на самом деле. Я к вам подходила, вы что мне сказали? А, вы? Когда вы подходили? Вот через 20 минут? Там, там. Ну, там. Вы сказали, что вам нужно отойти на кассу. Сказали, я сейчас к вам приду. Так и не пришли. Я разговаривала с директором. У меня есть директор, Саша. Не понял. Так подойдите, скажите. А мы стоим в непонятках. То есть мы будем сходить разрешение, допуск на проверку. Но это когда проверяющий приходит. Да. Ну, вы же себя тоже причисляете к ним. А граждане могут сделать покупки в вашем магазине? Если они не проверяющие? Могут, конечно. Могут. И сделать, но не полчаса, а рыть витрины. А чем, чем, а что мне будет, если я буду час рыться? А не полчаса. Это будет являться нарушением действия законодательства? Вы сейчас сами себе противоречиваете. То есть... Я не противоречиваю. Вы сами не знаете, что я хотела сказать. То есть нервится полчаса, вы говорите. А что такого в том, что человек выбирает? Все представились, нет? Странно. Кто это к тебе подходил? Не знаю. Это начальник, да? Начальник чего? Не знаю. Начальник СБ. А что он не представляет? А это собирается уезжать. Кто? Ну, вот это вот. Мадам. Вот это мадам? Да. Здравствуй. Какой день? Здравствуйте. Вот обманутый потребитель. Ему не возвращают денежные средства, закупленные товары. Закупленные товары, детское питание, просроченные. И всячески препятствуют возврату. Правильно? Ну и вообще, решили сделать здесь хромую лошадь номер два, как я понимаю. Они ограничили нам выход. Ну, это второстепенный вопрос. Что давайте? Вы пришли, кому обратились. Вы будете за меня формулировать номер жетона вашего. Дайте, пожалуйста. 001-590, еще раз, пожалуйста, представьтесь. Пожалуйста. Что вас зовут, пожалуйста? Как? Дудин? Дудин, все правильно. Что Дудин? Я вам сказал, полицейский. 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 Дудин Павел Валентинович. Вот, Дудин Павел Валентинович. Верю, Павел Валентинович. Сразу нужно было фамилию, имя, отчество. Должно специальное звание. Какая конфликтность с вас, в которую вы хотите? Найти решение, или вы хотите какое-то шоу? Вы поехали. Шоу? Зачем? Нет. Шоу давно кончились. Так, хорошо. Хорошо. Была Галина, замдиректора. Куплен весь этот просрок. Беседовали с Галиной. Магазин у них до 9 работает, не как другие магазины. Сказал, ребят, я к вам сейчас как бы подойду, продолжу саму беседу. У меня очереди скопились. Я на кассу, можно я очередь рассказать, к вам приду. Не вопрос, Галина. Вот, все до вас. И потом, и потом уже, она к нам не подошла до 9. У них здесь магазин работает. И она стала прятаться от нас в служебном помещении. Вместо того, чтобы делать возвраты за некачественный, опасный для жизни здоровья граждан товар, она там отсиживалась, посылала к нам вот этого охранника. В итоге вышла, кому-то она звонила. Ну вот, если она сейчас откажется сделать возврат денежных средств за некачественный товар, то я... Завтра? Да я сегодня пришел в этот магазин. Если сейчас возраст здесь не будет сделан, я сделаю к ним обращение, устное, согласно 703-часов приказу МВД. У дежурных прошу, чтобы сюда связь оперативной группы прибыла, все это описали, опечатали. Учая детская питания. Звонок дежурного советского, сейчас приедет участковый, ответственный за это. За что? По данной территории. За торговлю их просрочкой? Нет, по данной территории. Сейчас будем издираться, заставлять заявление, залозы. Люди находятся в магазине без масок, без перчаток, нарушают маски. Серьезно? Ну, в принципе, это не правонарушение у нас, да? Ты юморист. Ты юморист. Не ты, а вы. Тебя что, много? Не надо, нет. Тебя много? У меня в глазах не двоится, я не пьяный. Ну, не забудьте эту рыбку выкинуть в помойку, потому что был нарушен температурный режим. И она уже не подлежит. Смотри, положит сейчас на пол. Конечно, положит. Положил. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас, ну, вызывали-то не мы наряд, начнем с этого. А у нас тут, вот, ограничили свободу граждан, ограничение свободы граждан, не связанное с похищением. Плюс к этому, торговые предприятия торгуют товарами с истекшим сроком годности, включая детское питание. Плюс к этому, пусть, может, в порядке как-то решают, потому что, где-то не будет, а, соответственно, нам сейчас мы будем закрыть, мы будем закрыть. Ну, вы, говорит, во сне, пускай-то, вот, где-то вы не уходите. Да, ну, переобулся, он же хитрый, он же избышник. Ну, положено быть хитрым. Заявление, жалобы будут какие-то? Потому что просроченные продукты, как бы, в общем, в полиции, я думаю, понимаете, не относятся. Чего? Просроченные продукты питания к полномочиям полиции не относятся. Вы серьезно? Серьезно. А представьте, пожалуйста. Что, полномочиям полиции Зорин? Зорин или Зорев? Зорин. Зорин. Имя у Зорина есть. Это отчество, специальное звание. Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, должен специальное звание, все вытягивать надо. Тошли, там, полиция, школа полномоченной. Тошли, там, полиция, школа полномоченной. У меня слухом немножко плохо, надо громче говорить. Так, вот, смотрите, Сергей Сергеевич. Да. Знаете, почему вы сейчас ошиблись немножко в высказываниях? Хотите, я вам разъясню? На бумаге, давайте, я вам дам заявление, пожалуйста. На бумаге? На бумаге? Это я вам на бумаге буду писать, что это входит как раз в компетенции. Полиция, потому что министр МВД Колокольцев, вот такой приказ есть, да, номер 879. Овзаимодействие органов МВД и Роспотребнадзор. А как ваша фамилия, извините? Маркин, моя фамилия. Маркин? Маркин. А у вас какие? Что? Ну, не знаю, жалобы, заявления. Жалобы? Вы врач? Сергей Сергеевич. А вы? Я нет. И я нет. А говорите жалобы. Я вроде уже представил. Жалобы у врача. Код Сергея Сергеевич, смотрите. Приказ 879. Министр МВД Колокольцева. Это вы где? Вон ты и нашли. Что нашли? Нет, вот книжки. Но уже не нашли. Какие-то книги предложили. Не показывает книжки с моей приказа. Нет. Я вам говорю, что существует приказ МВД 879. О взаимодействии МВД Роспотребнадзор. Так. Роспотребнадзор вы вызвали? Роспотреб не является экстренной службой, чтобы вызывать. Сергей Сергеевич. А нет. Давайте я вам дам. Прибыли вы. Вот это. Вот это. А вы можете дослушать, когда гражданин к вам делает обращение? Ну, не вызвать. Мелый гражданин вызвать. А я к вам делаю обращение согласно 736 приказу. Давай. Не вызвали. Зорин, Зорин. Зорин, Сергей Сергеевич, а давай, пожалуйста, ответственного на место, а, дорогой? Я смотрю просто... А еще что вам надо на место? Только ответственного. Давайте я вас на место оставлю, а там кого подъехать, я вызываю. После 736 приказ, граждане имеют право устное обращение сделать. А они вызывали, не вы, да? Зорин, крышевать их будешь? Вы как ко мне? Обращайтесь. А как, Зорин или не Зорин фамилия? Товарищ старший лейтенант. Да мне хоть младший, хоть старший лейтенант. Сейчас младшим лейтенантом можно стать, я думаю, сразу быстро. Полицейский не должен ни одну из сторон принимать, а разбираться. Да, но они того и не принимают. Серьезно? А я вот усматриваю коррупционную составляющую. СБшника, бывшего коллегу. Он как внимательно слушаете. А граждане? Граждане, а что их слушать? Отпечаешь, да? Я, по-моему, с вами сейчас не общаюсь. Отойдите, пожалуйста. Я не вам. Что мне сделать? Может мне еще не дышать здесь? Я тоже присутствую. Тоже участвующее лицо, Зорин. Я сейчас берзанин опрашивал, потом панк. Точно? Зорин уверен, что в кабинете нужно опрашивать? Я тут вообще коррупционную составляю, сейчас буду усматривать. Что хотите, усматривайте. О, что хотите, усматривайте, говорит. Вы уединиться там решили? Кость, 102, набирай. Вас сейчас выпускают. Можете спокойно уходить. Заявление будет. Если хотите сделать какой-то возврат товара, завтра в магазине работа можете сделать. Серьезно? Договорился с СБшником, да, Зарин? Если хотите, пожалуйста, обращайтесь в вопрос по трактному. С чем я договорился? Принимайте заявление, хорошо. Принимайте. Здесь у нас 736 приказ. Министр МВД. Колокольцева. Так. Скажите, у меня свои данные? Данные? Будьте добры, отойдите в сторону. А я попросил заявление принять, а не объяснение написать. Участковый, пожалуйста, скажите, чтобы этот гражданин отошел и не слушал данные личные. Нет, такой вопрос-то. Вы вообще походите. Когда дослушали меня, что я хочу, я сейчас уже пишу заявление, потому что не дослушали. Маркин Александр Александрович. Что я хочу? Чтобы газы гражданам не придавали. Чтобы не вели себя нагло, по-скотски. Убегая, сказав, что у меня в 9 рабочий день закончился. Завтра придешь. Сейчас. Я завтра приду, но не один из больших штатов приду. Это ваше право. Само заявление. Слушаю вас. Заявление пишите. Прошу вас. Привлечь. К ответственности. Согласна. 286. УК. РФ. Старшего. Лейтенанта. Полиция. У меня же? Конечно. Зорина. Сергей. Я думал, вам тогда на меня надо другому кому джалиться. Я сам святное не могу. Почему? Лицо заинтересованных принимать. Почему? Обязаны. В смысле? В прямом. Обязаны. Другого сотрудника вызову? Нет. Нет, давай бездавайте. Сейчас я вам хочу. Принимайте. Какой уровень знаний у сотрудников полиции? Константин Юрьевич. Всего лишь сотрудник, который принимает заявление. И не важно, о чем это заявление. То есть, если на меня, я буду отказывать гражданину в принятии заявления. Я сейчас в главке его напишу, поеду, Зорин. Подожди, я могу сам на себя репет. Вы можете, а обязаны его принять? Обязан, Зорин. Прокуратура принимает меры, которые вы в прокуратуру... Директор, если хотите у меня заявление писать, обращайтесь к прокуратуру специально. Серьезно? То есть, вы отказываетесь принять заявление? Отказываешься принять заявление, Зорин? На себя самого? Обязанно. Давайте я могу дам... Отказываешься принять заявление? Да, слушайте. Отказываешься. Молодец, мне этого достаточно, Зорин. Зорин.